всем привет вы на канале fast motion они вы на канале к дрифт хотя какая разница а Я открыл для себя колеса только в прошлом году И даже запилил интересный обзор на Inmo V11 И хотя я плотно занимаюсь электросамокатами Но тема моноколес не могла оставить меня равнодушным Это другой уровень Это что-то новое Поэтому я не смог пройти мимо, когда меня позвали прокатиться и поделиться впечатлениями О новом KingSong S20 или S22 KingSong после неприятного инцидента с тестовым колесом в США Вдруг решили переименовать эту модель Экстерьер для меня главная функциональность Да, колесо на картинках и видео выглядит футуристично Но в реальности это просто комод Позвольте, что это у вас? А вы не видите? Это комод Зайти с ним в магазин или метро скорее страшно Потому что колесо огромное, 35 кг и мощное Если оно выйдет из-под контроля, то можно нечаянно задавить кого-нибудь У меня есть свое Малюсенькое, прекрасное KingSong S14D навсегда в сердечке Но мне не хватает пробега И скорости немножко Я пробовал V11 И понял, что колеса могут быть абсолютно на другом уровне При сохранении компактности и удобства Но S20 нет Субтитры сделал DimaTorzok Куча непонятных ручек Одну мы уже отломали Не я конкретно, но отломали KingSong обещали исправиться и сделать ее крепче Но ручка для перевозки это ужас Она короткая, спереди и не фиксируется в верхнем положении Оно вечно норовит навернуться в сторону Либо в одну, либо в другую А учитывая, что оно еще и мощное Оно может очень сильно кого-нибудь задеть Для переноски используется откидная ручка сзади Она неудобная Болтается при езде Постоянно норовит прищемить пальцы Короче, хрень какая-то Фары светят Но если честно, опять же после Inma V11 Такое себе Подушки в целом неудобные Если знать, с чем сравнивать Они жесткие очень И натирают прям ногу конкретно Синяки остаются Мы их тут переклеили на липучку Чтобы можно было подобрать под себя расположение Но если не пробовали на других подушках Эти тоже сойдут Всяко лучше, чем без них Я на этом убедился Крыло защищает райдера от брызг сзади Но не спереди Это ужас Ботинки мокрые Весь мокрый Ноги все мокрые Катастрофа Кроме того, вся грязь летит прямо на элементы подвески Которую придется постоянно чистить и мыть Колесо высокое Есть возможность приклеить сидушку И наваливать сидя Субтитры сделал DimaTorzok Приятные моменты Яркий информативный дисплей Который все равно находится в неудобном месте Он показывает шкалу заряда И скорость при движении Дисплей, слушай Дисплей мне не понравился Он посередине Его бы передвинуть вот сюда Потому что ты едешь и постоянно Если у тебя куртка вот какая-нибудь такая Ты едешь и постоянно Где-то Подножка Наконец-то Наконец-то есть подножка Можно его поставить и красиво снимать Хотя при этом пластик хрупкий Быстро сломается Увы Она уже там с дефектом И педали Они большие и шипастые То, что доктор прописал Но раскладываются они тяжеловато Кнопка включения под корпусом Это что-то новое И непонятное Но самое жуткое Это расположение портов зарядки Их не видно На них крышечки Которые сложно открыть ногтями Если еще и ногтей нет Вообще капец Какое-то абсолютно дикое решение Но зато двумя зарядными устройствами Можно лить ток почти 10 ампер То есть за час получим киловатт Неплохо Зарядка в комплекте, кстати, только одна Шумная Но вполне терпимо Хотя греется Можно использовать как обогреватель Сал Сул И буду сайт Сал Сул И буду сайт Коротко по характеристикам Диаметр 20 дюймов Мощность двигателя достигла 3,3 кВт За счет повышения напряжения до 126 вольт Вес колеса 34 кг без обвеса Все фирменные подушки и упоры Добавляют еще 1,5 кг сверху Максималка ограничена 70 км в час Реально можно легко разогнаться до 73 по спидометру На поднятых педалях Раскрутка при заряде 123 вольта А это 95 процентов 109 км в час Максималка с учетом 70 км в час Получается с огромным запасом Двигатель может ехать Заметно быстрее Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аккумулятор 2,2 кВт в час Для колеса с такими характеристиками этого маловато И хотя производитель заявляет аж 200 км В реальности я проехал всего 70 км Конечно, я разгонялся местами быстрее 50 км в час Но поверьте, ехать максимум 30 км на этом колесе будет очень сложно Даже самому спокойному и уравномешанному человеку Элементы батареи средне-токовые LG 21700 Я бы сказал, что 4 параллели на этих элементах не лучший вариант для любителей наваливать Зарядное устройство в комплекте только одно Заявленный максимальный ток 5 ампер KingSong ограничивает вес пользователя 120 кг Если вы слишком толстый, увы, нельзя Всем привет! Попробовала KingSong S20 У меня есть пару мыслей по этому поводу Хотела бы с вами поделиться Первое. Нет проблем с привыканием То есть с так называемой растопыркой Просто встали и поехали Поэтому никаких проблем не возникло Второе. Рекомендую вам менять резину на Кенду К340 Она будет легче рулиться в поворотах И сохранится динамика колеса Третье. Алгоритмы То есть вы, когда встаете на колесо Нет хрюканий, проваливаний, на ускорении Никаких других явлений Просто приятные алгоритмы Ну и четвертое. Зацепа педалей будет маловато Больше предпочитаю педали Hektage Самые в этом плане классные В целом очень достаточно хорошо KingSong мне понравился Это колесо, на котором действительно Можно наваливать Вы почувствуете скорость, драйв Всем жду нам и пользователям Лайк от меня Всем пока-пока И по подвеске Это многорычажная подвеска с прогрессией И максимальным ходом в 130 мм Сам амортизатор DNM С ходом в 75 мм В базе стоит пружина на 750 фунтов Она подходит для агрессивной езды по бездорожью Райдерам весом в 75-80 кг А для езды по асфальту Райдеру весом до 80-100 кг В зависимости от стиля езды Пружину можно заменить на более подходящую Но где купить замену я не скажу Чтобы было комфортнее ехать Доступно несколько настроек по высоте педалей И смещению самого корпуса Относительно двигателя По умолчанию педали стоят в верхнем положении А подвеска в среднем Педали я бы советовал сразу опустить в нижнее положение А корпус ставить ниже только если поменяете покрышку Родная не слишком склонна к поворотам И если опустить корпус ниже То будете постоянно шкрябать педалями Всем привет! Меня зовут Паша Я ездил на разных моноколесах Суммарно около 10 тысяч километров Мое первое колесо с подвеской было S18 Я сразу же понял преимущество такого колеса Это безопасность и комфорт При слабых скоростных и мощностных характеристиках Средняя скорость остается высокой В недостатке S18 была его сборка Поэтому я занялся ее переработкой И со временем это переросло в мою профессию Да, я дорабатываю подвесочные колеса И говорят, что у меня это неплохо получается Пробовал S20 Орел Ощущения от колеса неоднозначные Чувствуется прибавка мощности, скорости Но при этом из-за высшего веса У колеса появилась некая инертность В подушках и упорах мне не хватает нужной эргономики Заметил очень много спорных моментов в сборке данного колеса Но явно присутствует инженерная мысль И я вижу хорошую перспективу Вот такое решение Думаю, если правильно доработать и не забывать ухаживать То с колесом проблем не будет С20 я советую тем, кто ценит алгоритмы и надежность компании Kingsong А подвеска добавит в комфорт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо Экадриксу за такой спонтанный тест-драйв И всем пока! Увидимся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колесо с подвеской всегда сложнее обычного колеса. Поэтому если я начну описывать все нюансы конструкции это займет слишком много времени и не влезет в формат одного обзора. Поэтому я позволю себе отослать нашего уважаемого зрителя в техноблог на сайте Экодрифта. Там целый цикл заметок о нюансах конструкции, особенностях при разборке и попытках исправить положение. Есть и видео. Вкратце отмечу следующее. Из коробки подвеска не работала. После доводки она стала неплохо справляться с неровностями, но все еще далека от идеала. Мешает краска в пазах и сами скользящие ползунки отлиты из обычного пластика, который не склонен к скольжению. По-хорошему обе эти детали нуждаются в переработке. Пазы надо отшлифовать, а ползунки заменить на что-то более подходящее, как по форме, так и по материалу. Конструкция подвески собирает грязь и нуждается в постоянной чистке и смазке. Мы использовали второпластовую сухую смазку, к ней не липнет песок и грязь. С завода идет густая смазка и мы считаем, что этот вариант не подходит. Следующий момент. Это гидроизоляция контроллера и батареи. С одной стороны все очень грамотно выглядит, но с другой, если все же случится что-то непредвиденное и вода попадет внутрь, то БМС аккумуляторов никак не защищена от воды. И это вызывает опасения. А вот двигатель близок к идеалу. Все это благодаря настоящим промышленным сальникам. Они надежно защищают подшипники и сам двигатель от проникновения воды. Если только не утопить двигатель полностью. Полагаю, что двигатель вообще не нуждается в доработке. Впрочем, Экодрифт это обязательно проверит и выложит материал в техноблоге. Экодрифт я это покажу тут это так ну всем привет с вами ярчам тут егор стоит рядом покупайте с 22 она не сгорит но это не точно покатались на с 20 ну покатались удачно вот пожалуйста колесо всегда будет падать у вас на переднюю ручку и она просто хлам раздолбается у вас первые же дни по ощущения могу сказать что это колесо капец тяжелая подвеска мне как не особо нравилось так и продолжать не особо нравится ну наверное кому-то это подойдет например если у вас больная спина то это в принципе наверное неплохой вариант но на 20 подвеске есть свои особенности она так гремит что каждый раз когда я прыгал мне казалось что она просто сейчас умрет потому что стук там такой солидный в целом она из-за подвески очень плавает очень плохо контролируется то есть на супиксе я могу спокойно запрыгнуть на бордюр проехать по нему даже если он толщиной с покрышку и спрыгнуть на данном колесе это было сделать весьма проблематично рулится она очень странно вот рулится прям реально это покрышку скорее сюда из-за покрышки но в какой-то момент тоже у него педали становится на определенном угле поворота мягкими очень тебя так немного мотыляет мне понравилось что его ни разу не продавил предпродавок даже не схватывал возможно потому что просто стрёмно было я думал он сгорит обзор будет огонь мне показалось что движок прям очень мощный что на этом колесе можно даже дёрты прыгать ой про только дропы дёрты на не рискнут прыгнуть вот если вы хотите просто дропы там с трех четырех там пяти метров в призем то мне кажется это будет на этом колесе довольно интересно но скорее всего подвеска у вас раздолбается на третьи попытки а как тебе вся вот эта вот конструкция с обилием ручек блин но это вполне себе интересное занятие потому что вот эта ручка которая выступает как стоп мотор она у меня ну на моментах съезжания с лесенки постоянно откидывалась потом я вставал на место пытался газануть она проваливалась вот это вообще интересная ручка вот это без комментариев почему-то я натер себе голень пока накатался на с 20 хотя сделала довольно немного не знаю с чем это связано ну подушки вполне себе неплохие но стрёмно делать экстрем торможение то есть на экстрем торможении мне его делать не получалось сидя вообще тормозить нереально сидя если ты поехал то чтобы тормознуть тебе придется встать я как бы их теле не хотел отклониться когда сидел на этом колесе почему-то она не тормозила вообще а ну не тормозит когда сиди едешь но в принципе сиди есть удобно посадка довольно высокая и плюс наличие подвески делает езду на сиди да реально довольно удобный но если тебе не нравятся такие подушки то куда надо обращаться если вам нужны другие подушки обращайтесь ко мне это была реклама нет покупайте king song с 20 не знаю хороших колеса эти с 20 не будет с 22 будет короче покупайте king song с 22 не знаю будет она хорош колеса или нет понравится на вам или нет но поверьте жизнь ваша станет от этого намного веселее всем пока про езду я опять к своим баранам а точнее к в 11 если честно я ожидала тест 20 еще большего комфорта и удовольствие от езды ведь тут казалось более грамотная подвеска но мои ожидания никак не оправдались широкая стойка и вес колеса не позволяют мне ехать также приятно и расслабленно как на в 11 я тупо не могу выпрямить ноги и ты постоянно едешь в напряжении и натурально воюешь с колесом я откатал два дня замеряя дальность хода полностью высадив аккумулятор оба раза и здесь еще одно разочарование это пробег в первый день в спокойном режиме я проехал 70 километров а во второй день получилось лишь 65 потому что 30 из них я ехал по проезжей части с максимальной скоростью по моим расчетам получается что в режиме на все деньги пробег колеса будет в районе 40 километров для сравнения на в 11 я спокойно проезжал 80 хотя что касается подвески то она работает по крайней мере на этом колесе очень хорошо справляется с крупными неровностями особое удовольствие доставляет съезд лесенок подвеска отрабатывает идеально но вот с мелочью на небольших скоростях подвеска хоть и срабатывает но и работа не сильно ощущается а а а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теряешь темп, скорость, радость, спрыгиваешь на проезжую часть, а там тоже грустно Скорость все равно недостаточная, чтобы равняться с автомобилями Впрочем, это уже дело вкуса и личных предпочтений Возможно, у меня просто не хватает опыта езды на больших колесах Предполагаю, что комфортно на S20 можно перемещаться сидя Но я пока лишен данного навыка, проверить это не могу, так как Тарас забыл сидушку Покрышка все дорожная, но рулится странно Отчасти, возможно, делал в широченном ободе, а может быть виновата только резина Колесо очень хорошо держит прямую, но закладывать повороты слишком, слишком не очень Особенно опасны маневры на малых скоростях Оно вялое, тяжелое и норовит завалиться внутрь Колесо слишком тяжелое и слишком огромное Неудобная дурацкая ручка Невозможно входить в мелкие пространства Про метро лучше вообще забыть Подножка скорее понравилась Колесо стоит устойчиво и никуда не падает На V11 было хуже Фары светят в пол Если их приподнять, то начинают слепить Ручка для переноски сама по себе открывается Так что моноколесо можно случайно уронить Именно после этого S20 напрочь лишилась своей передней ручки Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет Станислав Я являюсь предзаказником S20 Теперь же S22 жду его давно и долго Поэтому очень хотел попробовать Что же меня ожидает? Не разочаровался ни в чем Потому что завышенных ожиданий у меня не было Подвеска работает, но ее надо дорабатывать Разгоняется тормозит Разгоняется тормозит Побыстрее чем салат Да, я понимаю, что у него масса больше Я к этому готов И к этой массе Поворачивая ему СТ Привыкаешь достаточно быстро Минут за пять Хорошо едет Курсовая устойчивость хорошая Покрышка хорошо держит На бездоре легком Фары и прочее не пробовал А, ручка, да Ну, в общем, все, что я ожидал Все, что про нее знал В принципе, оно и подтвердилось Ручка не такая удобная Заду наперед нормально возить Но коротковато Колесо жду Не разочарован, что заказал Да, это первое впечатление От колеса, естественно Которое можно было получить За небольшой промежуток времени На который оно мне было предоставлено Значит, жду, когда получу свое Тогда уже поезжу на нем плотно И смогу понять уже все моменты, нюансы Вот, так что доволен Спасибо за внимание Всем счастливо Накатавшись на С-20 У меня возникло огромное желание Его побыстрее вернуть в экодрифт Не мое это колесо Предполагаю, что такое моноколесо Будет идеально для экстремальных покатушек В лесу, на дертах Или внедорожных, каких-нибудь сложных трассах Получается спортивный снаряд Для интересного проведения досуга На свежем воздухе У меня возможности проверить Проходимость колеса не было Так как сейчас в лесу еще слишком сыро и грязно Я же искал именно городской транспорт Чтобы можно было с комфортом Ехать далеко, долго Брать колесо с собой всюду Пробега V11 лично мне немного не хватает Хочется, чтобы на колесе Можно было накрутить больше сотни километров В комфортном и динамичном режиме Но мой идеал, видимо, еще не придумали Что ж, будем следить за новинками И чинить электросамокаты Вы обращайтесь, если что И советуйте своим знакомым самокатчикам Мы давно на рынке Чиним, проводим ТО, апгрейдим аккумуляторы И многое-многое другое За подробностями переходите на наш канал Ссылка в описании под видео А на этом у меня все Удачи на дорогах Ссылка в описании под видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok